Ребята, всем привет! Сегодня будем говорить про то, как учиться в Канаде и как эмигрировать в Канаду через учебу. Сегодня у меня в гостях Марина Гарви. Марина, привет! Я очень-очень тебе благодарна за твое время, что ты согласилась с нами поговорить про эмиграцию через учебу в Канаду, потому что я столько вопросов в комментариях получаю. Я все время всем отправляю твои контакты. Это к Марине, это к Марине. Хорошо, ребят, напоминаю, что я сейчас нахожусь в Нью-Брансвике, в Канаде. Марина, ты в Торонто, да? Да, я в Торонто. Вот, Марин, можешь буквально пару слов о себе, сколько ты уже в Канаде, сколько ты занимаешься вот этими вопросами, о которых мы будем с вами говорить. Вот, а ребята, вы пока нам ставьте плюсики, если вы нас видите, слышите. Всем привет, друзья! Меня зовут Марина Гарви, я являюсь канадским лицензированным иммиграционным консультантом, и в сфере канадского образования я работаю с 2011 года. Вообще в Канаду моя семья эмигрировала в 2009 году, поэтому такая легкая характеристика по датам, что и сколько, и как давно. Вот, поэтому, Света, давай, наверное, начнем с вопросов, потому что их будет много, и хочется ответить на все вопросы, те, кто нас смотрит, максимально исчерпывающе. Да, вопросов очень много. Смотрите, о чем мы будем сейчас говорить. То есть трансляция где-то будет в течение часа у нас идти. Смотрите, в общем, как выглядит иммиграция через обучение, будем говорить. Сколько это стоит, какие сроки, какие должны быть исходные данные у вас, чтобы вы смогли это осуществить. Про ошибки, про то, какие там, не знаю, оттройки в аттестате, про стипендии, можно ли их получить. Может ли ребенок, который отучился, перевести родителей потом и так далее. То есть вопросов очень-очень много. Мы тоже ждем ваши вопросы в комментариях. Будет очень здорово пообщаться с теми, кто будет прямо вот он... Света, у меня пропадает картинка твоя. Лайна, мы будем куда-то пропали. Все, мы есть, да? Хорошо, Марин, самый первый вопрос. Иммиграция через обучение в Канаду, как это выглядит? В общем, вот схему кратко, как это? Ну, смотри, во-первых, студенческий путь иммиграции, сразу скажу, такой программы нет. То есть не существует. То есть это путь, который является набором определенных иммиграционных программ, в рамках которых сегодня Канада работает. Поэтому такой программы иммиграционной нет. Но это путь. То есть поэтому мы говорим, что это путь. И путь заключается в том, что, как все знают и как многие наши зрители знают, что для того, чтобы иммигрировать в Канаду, очень ценно и важно нужно иметь канадский опыт работы. То есть он, многие говорят, не знаю зачем, но мне нужен канадский опыт работы. То есть канадский опыт работы, он либо дает баллы для экспресс-центри больше, либо дает возможность получения всяких джок-офферов, иммиграции через провинциальные программы и так далее. То есть мы немножко фокус сбиваем с учебы, мы перетягиваем фокус на работу. И вот получить вот эту работу, этот ценный канадский опыт, есть несколько способов. То есть есть возможность получить джок-оффер от работодателя канадского, который должен пройти непростую процедуру и она не всегда будет успешна. То есть для того, чтобы получить разрешение на работу и работать в Канаде для получения этого ценного канадского опыта работы. Есть еще возможность получить его через учебу. Вот в этом и заключается вот этот студенческий путь. То есть приехав и отучившись в Канаде, студенты, выпускники международных, международные студенты, они имеют право просить у правительства Канады разрешение на работу. Это называется Postgraduate Work Permit. То есть это разрешение на работу, оно зависит от длительности его, зависит от длительности программы. И все студенты, которые учатся на программах, которые дольше двух лет академических, получают на три года разрешение на работу. Автоматически? Ну, как бы не автоматически, его нужно заработать. Но его, в принципе, можно заработать легко, если быть прилежным студентом, если выполнять все условия ваших предыдущих, требования предыдущего permita. То есть если вы были прилежным студентом на стадии permita, не нарушали ни академические никакие нормы, не работали сверх того, что вам положено, студентам можно работать только 20 часов в неделю. И есть случаи, когда ребята превышают, и это потом является барьером для них в получении Postgraduate Work Permit. Поэтому вот если мы идем от обратного, то есть если мы делаем шаги, наша основная задача – это получить ценный канадский опыт работы. Вот как его получить? Это можно сделать через учебу. Отучившись, мы получим разрешение на работу, будем работать в Канаде, и, соответственно, иммиграция будет для нас ближе. Отлично. Все. Это очень важный момент, что это не иммиграционная программа, это просто такой пошаговый план, который позволяет людям иммигрировать в Канаду, получив канадский опыт работы. Очень многие спрашивают, это только молодым людям можно? Или, например, тем, кому за 40? То есть есть какое-то ограничение по возрасту, чтобы этот путь пройти? Я очень люблю этот вопрос. Спасибо, что ты его задала. Он очень интересный, его важно раскрыть, чтобы детально остановиться на нем. Первое, что нужно понимать, для того, чтобы подать документы в канадский вуз, ограничений по возрасту нет. Вы можете 80 лет поступать на учебу, если вы способны к тому, сможете выдержать академическую нагрузку. То есть здесь нет ограничений, что там после какого-то возраста вуз не будет принимать документы. То есть поступить в канадский вуз – это одно дело. То есть нам для того, чтобы приехать на учебу в Канаду, нам нужно получить стадию пермит. И вот с вопросами, то есть первый шаг и первый барьер, который нужно преодолеть, нужно получить стадию пермит, нужно приехать на эту учебу. Так вот, для того, чтобы получить этот стадий пермит, здесь вопрос возраста становится, я бы не сказала критическим, но он является таким стержнем основным, от которого нужно все остальное разрабатывать стратегию, скажем так. То есть если вы взрослый студент, то что с ребятами, которые едут на первое образование после школы, или у них бакалавр заканчивают, и они едут дальше в магистратуру, с ними вопросами, нет, все понятно, это genuine student, да, то есть человек, который, ну вот, из студентов в студенты есть, но что делать для тех, кто уже состоявшийся взрослый человек, который там 12, 15, 20 лет назад закончил вуз, состоявшийся профессионал, и тут вдруг резко нам учиться захотелось, зачем, еще и за 3-9 земель, еще и за какие деньги. То есть вот вопрос, как бы, да, с которым визовый офицер, смотря вашу аппликейшн, да, то есть он как бы пытается понять, зачем вам надо это учеба в Канаде, вам, взрослому состоявшемуся человеку, да, то есть, и, соответственно, если вы правильно разрабатываете стратегии, то я верю, что можно и после 40 приехать. Сейчас мы поговорим об этих стратегиях, не переживайте, не воду буду лить, и буду давать конкретные рекомендации, да, то есть нам нужно разработать стратегию. Что может улучшить, вообще повлиять на успешность получения стадии пермита? Первое, вы смотрите, действительно, что даст вам это образование, да, то есть вы просто забываете о том, что вам любой ценой надо прорваться в Канаду, потому что это как бы, ну, неправильная ситуация, и так никто не делает. Вот, то есть вы должны сесть и просто просмотреть конкретно свою ситуацию. Окей, я взрослый, состоявшийся профессионал, я хочу поехать в Канаду учиться. Что мне даст какая-то конкретная программа? И здесь уже всё очень индивидуально. Может быть, вам нужно только на мастер-дегрити, может быть, вам нужно абсолютно менять сферу. И если вы меняете сферу, это должно быть так, то есть если вы меняете на новую сферу образования, новая сфера образования должна быть настолько модерновой, настолько современной, что на сегодняшнее, ну, как бы с вашим сегодняшним багажом знаний и вообще по вашей карьере, да, то есть будет понятно, что окей, то есть да, у человека есть опыт работы, есть, может быть, управленческий опыт работы, есть диплом специалиста. И вот сейчас, если он поедет, возьмет эту программу, это действительно будет бенефитом для его общей картины, даст ему карьерный рост, либо, может быть, не карьерный рост, а просто, ну, как бы в той сфере, в которой он работает, перейти на какие-то новые этапы. Пример, теперь конкретный пример, не вода. Например, сегодня неплохо дают стадии пермиты людям, которые, например, являются управленцами среднего звена, и у них хороший IELTS, хорошее образование, четко прослеженная карьера, везде официальные трудоустройства было. И эти люди, если они хотят ехать учиться на программы, которые связаны с IT, да, то есть, причем не с жестким программированием, а это программы, созданные для работающих профессионалов, чтобы их плавно ввести в диджитализацию, да, то есть, потому что мир сегодня все переходит на компьютерность, все на софтах, всякие программы, которые анализируют там сейлы, дайтабейс и так далее, да, то есть, даже для бизнес-анализа на сегодняшний день, то есть, мы ушли от тетрадок, ушли от всего остального, машина за нас думает. И, соответственно, людям, которым уже 40 лет, может быть, больше, может быть, около 40, которые получали образование еще в Советском Союзе или сразу после него, да, соответственно, они либо войти должны быть самоучками, и, ну, кому как пойдет, либо они должны уступить место молодым, да, но они как бы сами, в принципе, еще могли бы и могли бы приносить пользу в своей сфере, потому что у них есть самое интересное и самое важное, у них есть экспириенс, да, у них есть опыт, у них этот опыт, ну, как бы из сердца уже идет, поэтому если такой профессионал едет на программу обучения, которая дает ему знания IT, но при этом это пост-градуит программа, и этот пост-градуит программа IT дает ему возможность поступить, не имея ни опыта на IT, не имея ни образования в IT, например, там какой-нибудь, не знаю, там специалист по экономике, и там 15 лет опыта, там, не знаю, HR-департмент или sales department manager или что-нибудь такое, да, то есть, в принципе, я просто как одну из ситуаций, я не говорю, что сейчас все должны побежать на это. Но это хорошая схема. Светлана, на самом деле, вот видео, я тоже как бы веду видео, и вот информацию в видео народ воспринимает буквально, да, то есть вот все, все примеры, которые я привожу, люди говорят, да-да-да, мне это надо, о, и вот, и там привозишь следующий пример, о, и это мне надо, а еще и вот это, то есть я так немножко, как бы сейчас шучу на эту тему, да, говори. Слушай, а вот ты говоришь, вот надо разработать стратегию, и ты сейчас говоришь, что у каждого человека какая-то будет своя стратегия. Как она разрабатывается? Это человек сам может сделать, это надо к помощи профессионалов, то есть как это сделать, так, чтобы это на самом деле была правильная стратегия, чтобы тебе дали визу учебную? Ну, смотри, я, конечно, мне хотелось бы сказать, что обращайтесь только к профессионалам и только мы вам панацея, но это неправда, да, то есть если человек сядет самостоятельно, здраво почитает, проанализирует свои ситуации, то есть, ну, как бы, может быть, справится и сам с этим, но, как бы, должна быть четкая стратегия, зачем мне, взрослому, состоявшемуся человеку, ехать сейчас, тратить 30, 40, 50 тысяч долларов, да, быть там вдалеке от семьи, об этом тоже надо поговорить, да, то есть этот вопрос поднять, вот, и что мне это даст, зачем мне это образование, да, поэтому вот для этого и нужна стратегия, и я, часто ко мне люди приходят на консультации уже с отказами, например, они подаются самостоятельно, да, вроде бы, как бы, колледж правильный выбрали, и вроде бы там тоже посмотрели, почитали очень много информации в интернете, приходят, показывают, что вот, получили отказ, что делать, и когда мы заказываем специальный документ, который, ну, как бы, более расширенная выписка файла, вот, я понимаю, да, иногда мне даже эта выписка не нужна, иногда я просто смотрю, на какую программу подал человек, я смотрю его бэкграунд, и мне уже сразу становится все понятно, что, ну, как бы, неудивительно, что вы получили отказ, поэтому я бы, как бы, рекомендовала все-таки получить консультацию у иммиграционного консультанта, причем именно у того, кто работает с образованием, у того, у кого большой опыт именно с образованием, потому что, как бы, иммиграционное поле, юридическое, оно очень большое, и кто-то специализируется в одних темах, кто-то специализируется в других, и, ну, мое мнение, я не верю, что можно знать и охватить полностью всю иммиграцию, все иммиграционные программы и быть просто экспертом в этом все, то есть, ну, как бы, я в этом не знаю. Ты как раз такой человек, правильно? То есть, который занимает... Да, у меня экспертиза именно в сфере образования, и, ну, и, как бы, иммиграция для молодых профессионалов, да, то есть, я не занимаюсь всеми программами, у меня есть выбор ограниченный, который я для себя ограничила программами, да, чтобы, ну, в них углубиться и знать в них досконально максимально все, что вообще возможно. Смотри, вот я тоже хочу от себя сказать, что я считаю, что, учитывая, что все-таки иммиграция через обучение, это, ну, ты вкладываешь деньги в это, правильно? То есть, почему не вложить в консультацию с профессионалом, который поможет, и время тебе сохранит, и нервы, если ты все равно будешь вкладывать деньги? Вот, и отсюда следующий вопрос. На самом ли деле это самый дорогой вариант иммиграции? Сколько вообще хоть приблизительно это может стоить? Ну, смотри, Света, на самом деле нужно иметь большой бюджет, да, то есть это дорого и долго, да, но... Примерно хоть тысячах долларов. Говорим сейчас тысячах долларов, но здесь есть одно большое положительное, положительный плюс. Все деньги, потраченные на учебу в Канаде, они не потеряны навсегда, и они будут возвращены студенту в виде налогового кредита. Точно так же, как нашим местным это возвращаются, налоговые кредиты. Ну, вот ты получаешь, там, сдаешь налоги, да, и в конце, там, в апреле, в мае ты получаешь чек, возврат твоих налогов, которые с тебя работодатель удержал, ну, там, с Пайрова, да. Да, у тебя дохода практически нет никакого. Тоже, смотри, ну, у тебя есть расходы. Да, да, я имею в виду, да, что по канадским меркам... Ты приезжаешь учиться в Канаду, ты платишь, ну, например, там, возьмем, 15 тысяч канадских долларов в год, у тебя программа два года, то есть ты раз 15 заплатил, два 15, 30 тысяч. Когда ты выходишь на работу и начинаешь работать, с тебя, естественно, такс-дедакшин, ну, как бы, с тебя работодатель берет пайрол и платит в Гаврову. Когда приходит время тебе, первый год твой отчетный, когда ты отчитываешься в налоговой, ты идешь к бухгалтеру, и бухгалтер тебя спрашивает, ты учился в Канаде? Говоришь, да. Он говорит, окей, покажи. Ты показываешь, что ты за два года потратил 30 тысяч на учебу, там, не знаю, 5 тысяч на книжки проезды, еще что-нибудь, и это записывается тебе в минус. Соответственно, ты работал на зарплате, например, 25 тысяч в год ты работал, ну, минималку, да, вот, ты работал 25, ну, там, 25 тысяч в год у тебя получалось, то есть в месяц ты получал на руки чуть, ну, около 2 тысяч, а начисления у тебя были где-то 2 500, 2 600, то есть где-то 506 долларов в месяц ты недополучал, это были налоги в заработной платы. Так вот, за год эти деньги скопились, и, соответственно, так как у тебя были расходы 2 года, чтобы получить, то есть чтобы сегодня ты мог работать на этой работе, ты прошлый год и позапрошлый вкладывал для этого денег. Да, да, да. Соответственно, у тебя снимали весь год уже, ты вышел на работу, с тебя снимали заработную плату, там, примерно по 500 долларов в месяц, это было несправедливо, ну, таким простонародным языком, да, и, соответственно, налоговая пересчитывает, и они тебе возвращают чек за счет того, что у тебя были расходы для получения сегодняшнего дохода. Ну, а сколько возвращают-то? Возвращают-то около 75%, и это как долго это будет возвращаться, зависит от твоей сегодняшней заработной платы. У меня есть выпускники, которые, например, со школьной скамьи сразу вскочили 80 тысяч годовых, то есть, ну, это IT в основном сферы, да, вот. И, соответственно, все 80 тысяч годовых у них идет большой, ну, как бы, дедакшин с пейрола идет, вот, и, соответственно, они там почти все эти деньги в первый год возвратные почти чека мы выбрали, да, то есть, очень удивительно, и ты просто видела и слышала эти глаза, когда они получают чек, говорят, блин, я получил чек от налогового на 9 тысяч, как это возможно, вот так это возможно, да, то есть, налогового возвращают себе эти деньги, поэтому это, то есть, это к тому, что деньги, ну, как бы, это дорого на первом этапе, то есть, надо вложить много денег, долго к этому идти, учиться, работать, потом эмиграция, но деньги эти, они как инвестиция, они вам вернутся частично. Хорошо, ну, а в общем, вот, например, на какие, на какую сумму надо рассчитывать, чтобы поступать, например, в какой-то, там, не знаю, колледж, в институт? Да, давай будем говорить про, давай вот сегодня поговорим про Торонто, эри, да, то есть, про Антария, и поговорим про Небрансвик, да, ты мне немножко подкорректируешь меня по Небрансвику, потому что ты там живешь. Если мы говорим про Торонто, то минимальный бюджет в год, который ложится на плечи студента, это порядка 30 тысяч канадских долларов, то есть, 15, 16, 17 из них уходят на учебу, все остальное уйдет на проживание, питание, проезд, проезд, интернет и какие-то там по мелочам интертеймент. То есть, 30 тысяч канадских долларов – это бюджет для Антарио, для колледжа, я не говорю за университет, потому что, если мы говорим о колледже, это от 15 до 17, сейчас уже приходят инвойсы ребятам, вот на сентябрь уже некоторые программы до 19 тысяч доползают, которые были еще в прошлом году 17 стоило учебу. Поэтому вот, ну, как бы нужно рассчитывать на этот бюджет. Если говорить за Небрансвик, во-первых, учеба значительно дешевле Небрансвик комьюнити колледж, у них там, по-моему, около 11-12 тысяч годовых, вот, ну и плюс проживание. Ну, вот ты мне скажи, сколько стоит комната для студентов? Ну, я думаю, у нас где-то вдвое дешевле все. Ну, вот, например, я могу сказать по университету Небрансвика, да, у них в общежитии на год стоит 8, при университете общежития 8 тысяч канадских долларов стоит, единственное, не на год, обманываю, это два семестра, то есть это, получается, осенние интейки и весенние, то есть с сентября по апрель 8 тысяч, ну, 8 месяцев, вот, вот, ну, тысяча долларов в месяц входит. То есть, ну, это на кампусе, и на кампусе там у них же есть это питание, да, то есть какое-никакое, общепит, но питание есть, поэтому вот столько берет Небрансвик, общежитие в Небрансвик-университете. Понятно. Хорошо, какие должны быть исходные данные, чтобы думать про эмиграцию через учебу? Я понимаю, что, как бы, очень большой, как бы, вот, ну, то есть молодые люди, пожилые люди, ну, вот, например, люди, очень многие мне пишут, студенты, говорят, я заканчиваю какой-то вуз, например, там, в России или в Украине, или даже говорят, я заканчиваю школу, и я хочу в колледж поступать. То есть вот для таких людей какие исходные данные должны быть? Да, ну, вот, хорошо, что ты, как бы, сама разделила это, да, то есть студентов мы делим, так, очень грубо, да, то есть делим на две категории, студенты, которые студенты, и студенты, которые уже давно не студенты, да, вот, то есть если мы говорим о студентах-студентах, то, в принципе, для них исходные данные, в основном у нас вопрос стоит язык, и мы смотрим, на какую программу хочет поступать молодой человек, и, соответственно, нам нужны какие-то оценки по соответствующим предметам, например, если мы поступаем на что-то связанное с медициной, либо со здравоохранением, соответственно, химия, биология, мы смотрим на эти оценки, если мы поступаем на бизнес, и мы поступаем на IT, мы смотрим математика и еще два сайенс, то есть физика, химия, например, мы смотрим оценки, да, то есть, сложно сказать сейчас цифры, потому что Казахстан, Россия, Украина, у них разная система, да, то есть в России пятибальная, в Украине двенадцатибальная, и то, что для России, как бы, пять баллов, это хорошо, украинцы, если услышат пять баллов, ну, как бы, для них это совсем плохая цена, поэтому я люблю говорить в процентах, да, то есть старайтесь, чтобы у вас было 80% выполнения, то есть по стобально, если мы возьмем, да, то есть, если для России пятерка, это 100 баллов, например, да, то есть 80% выполнения в вашем аттестате, либо в вашем дипломе бакалавра, это уже, в принципе, беспроигрышные данные для того, чтобы получить admission в ВУЗ. То есть оценки, они важны все-таки? Ну, как бы, опять же таки, смотря что и куда, есть программы, на которые мы оценки не смотрим, где для России тройка по математике вообще не беда, вообще все тройки для нас не беда, есть такие возможности, тоже есть, но мы должны понимать, что мы тогда поступаем на курс, в котором минимально есть математика, минимально есть сайенс, то есть это что-то связанное с хималитис и так далее, да, поэтому с тройками в аттестате тоже можно поступить. Хорошо, Марин, а кому вообще не стоит думать об эмиграции через учебу? То есть люди слышат такие, а, можно через учебу? Ой, я через учебу! То есть вот как понять, что, ну, вот это мне даже не надо про это думать, то есть у меня не получится? Слушай, тут такая философская тема, тут можно на ней застрять. Ну, давай я тебе просто из опыта некоторые мысли расскажу, да, а может быть кто-то как бы поймет, о чем речь идет. Во-первых, вы должны понимать, что если мы берем детей, то есть студент-студент, да, то есть эта программа не для меня, если я не умею жить один, то есть если я еще как бы не готов к самостоятельной жизни, то тогда, может быть, либо повременить, либо начать к этому готовиться. Потому что у меня есть ряд ребят, и каждый год один-два таких молодых студентов, кто как бы выстреливает в плане того, что я больше не хочу, я хочу домой, я устал, как бы это не мое. А какой возраст у этих ребят? Ну, это дети, это либо после школы первый курс мы учимся, либо это еще школьники здесь, то есть там 15-16 лет, то есть это когда ребенок просто не вызрел еще, да, то есть не готов, не потому что как бы у него не получается, или он лодер, или там еще какие-то моменты, просто, ну, был не готов к тому, чтобы жить один и как бы сталкиваться с этими всеми вопросами здесь самостоятельно. Теперь, то есть оставляем детей, да, переходим к более старшей категории, то есть когда студент уже не студент. Здесь самым большим барьером и самым вообще первым вопросом, который я всегда говорю, вы должны решить для себя кардинально, готовы ли к следующим моментам. Нет гарантии. Чаще всего это уже семейные люди, да, то есть чаще всего есть супруга, могут быть дети, и первое, что я спрашиваю, вы готовы к тому, что приехав как студент, вашу семью могут не пустить какое-то время, а могут и не пустить еще до момента перманент-резидента, они уже будут въезжать, когда они будут как перманент-резидент. Потому что в интернете много говорят об этих возможностях, упуская нюансы очень важные. На официальном веб-сайте иммиграции написано, что супруг студента может получить открытое разрешение на работу в Канаде. И всех обольщает на самом деле именно вот этот момент, что окей, я приеду, жена будет учиться, я буду работать, а дети пойдут в школу, и наша иммиграция начнется быстро и легко и весело. Но это так не работает, потому что возможность получить разрешение на работу для супруга, это не гарантия его получения. И на сегодняшний момент для того, чтобы получить разрешение на работу для супруга, нужно доказать определенные моменты от связи с родиной, потому что тут же нарушается эта связь с родиной, уже вся семья уезжает, что вас держит на родину. До моментов, насколько это будет вообще экономически выгодно Канаде, то, что ваш муж приедет по получению разрешения на работу. Как это вообще будет, знает ли он английский язык, какая у него специализация, как быстро он найдет эту работу. То есть нужно ли это Канаде, чтобы ваш муж имел разрешение на работу. Нужно ли Канаде, чтобы приехали ваши дети и пошли бесплатно в школу. Это Канаде сегодня нужно. То есть вот эти все вопросы, они поднимаются, когда мы говорим о том, что вся семья едет через студенческий путь иммиграции и весело файлит все четыре аппликейшни, например, двое детей, мама студентка и папа едет на работу. То есть получится ли у нас это. И когда мы разговариваем со взрослыми студентами, я у них первое, это первое, что я задаю. Вы готовы на разлуку в несколько лет? Вы готовы, что вы будете своих детей или супруга видеть только там, когда у вас есть ридинг уикс или когда вы имеете брейк между семестрами? То есть вот этот первый вопрос, который я всегда задаю. Готовы ли вы люди на это? Потому что я вам не могу прогарантировать, и ну как бы никто не может вам сказать, что да, давайте вот у вас идеальный кейс, вы 100% получите все вместе и приедете. Кто-то получает и есть определенная тенденция. Опять же таки я озвучила некоторые вопросы, на которые нужно изначально в заявке ответить и показать для того, чтобы увеличить шансы. Но даже если вы это покажете, все остается на усмотрение виза офицера. Смотри, Марина, вот спрашивает Мирам, говорит, что сын заканчивает школу, например, сын едет учиться, могу ли я с ним поехать? То есть это та же ситуация, да, надо доказать, что присутствие мамы нужно и полезно. Смотрите, я вижу, что он пишет, поехать с сыном и работать, ключевое слово. То есть это уже сразу предполагает, что человек собирается работать здесь. Ну, я не хочу обидеть Мирама, да, то есть это говорит о том, что работать какие-то нелегальные работы. Почему? Потому что то, что мы говорили с тобой вначале, для того, чтобы работать в Канаде, нужно иметь на это разрешение. Разрешение можно получить только через определенные программы, да. То есть просто так, от того, что я хочу работать, нам разрешение на работу не дают. То есть родители могут сопроводить ребенка в школу. Мы можем получить, и мы чаще всего так делаем, мы получаем родителям визитервизу, для того, чтобы они привезли ребенка, увидели, где живет ребенок, в какую школу ходит, какой дорогой он ходит, ну, все эти нюансы. Потому что, ну, дети – это самое драгоценное, что у нас есть в жизни. Поэтому мы стараемся сделать родителям визитервизу. Но визитервиза, она, во-первых, ограничена сроком пребывания в Канаде, во-вторых, ограничена тем, что работать мы не можем. Но, находясь в Канаде, если вдруг вы нашли работодателя по счастливой случайности, мы можем вам сменить статус визитера на работника, но это совершенно не дает вам то, что вы в Канаде, не дает вам никаких привилегий с юридической точки зрения для получения этого разрешения на работу. Все точно так же, как для тех людей, которые еще не в Канаде. Понятно. Скажи, а есть ли возможность какие-то гранты получить для международных студентов? Да, стипендии есть, их много, они есть разные. Единственное, что стипендии… Нужно быть осторожным со стипендиями на полное покрытие, потому что на полное покрытие чаще всего входную стипендию дает Global Affairs Canada. И если это стипендия от Global Affairs Canada, в большинстве случаев вы не можете потом подать, просить подgraduate в WorkPermit после окончания. Я говорю в большинстве случаев, потому что есть исключения. Сейчас, например, действует такая очень интересная стипендия, которая просто взбудоражила русскоязычный рынок студенческий. То есть четыре из русскоязычных стран из бывшего Советского Союза получили проходные вводные данные, что для студентов из этих стран Global Affairs Canada учреждает стипендию, и эта стипендия будет являться исключением. То есть после этой стипендии ребята смогут просить на постграду в WorkPermit. Поэтому был очень большой ажиотаж, очень многие подавались на эту стипендию, все ее хотели, но, наверное, из всех желающих, может быть, процентов 40, только добрались вообще до поступления в ВУЗ, потому что только люди слышали, что нужно английский, все сразу «А, не хочу!» или «Не могу, это не для меня!» То есть все хотели получить стипендию, но никто не хотел быть готовым к тому, чтобы поступать в ВУЗ. Поэтому есть такие стипендии. Ну, как бы они редко бывают. В основном большие суммы денег можно получить еще на магистратуру, если вы едете какой-то ресерч делать на магистратуре, можно получить хорошие фонды, 20-15 тысяч при стоимости. Вот, то есть при стоимости программы там 25-30 тысяч можно получить 20-19-15 тысяч фонды от университета, от самого университета для того, чтобы вас получить как студента. И есть небольшие стипендии входные для колледжей, например, на программу бакалавра. У нас на сегодняшний момент, на сентябрь действует несколько колледжей, предложили нашему агентству стипендии, что мы можем это говорить на наших студентов. И можно получить для бакалавра стипендию 2-3 до 4 тысяч долларов. Можно получить стипендию в год, единоразовый. Каждый год, если вы будете продолжать быть хорошим студентом, вам будут ее обновлять. Но это надо как-то соответствовать, да? То есть надо пройти по каким-то критериям. Ну, надо быть хорошим студентом. Эта стипендию дают за успеваемость в вашей школе. То есть хороший аттестат, английский, больше, чем требуется для поступления. То есть минимальный, например, если мы говорим за дипломную программу, это 5,5 по IELTS в каждом и 6,0 общий. Если мы говорим за программой бакалавра, да, то 6,5 общий, 6,0 в каждом. То есть нужно сделать чуть-чуть больше, чем требуют минимальные вступительные требования, и уже можно будет ожидать эту стипендию. У нас каждый год ребята получают стипенддию. Хорошо, это хорошая новость. Такой вопрос. Если колледж в Канаде тоже вуз, да, то в чем главное отличие от университета? То есть колледжи, университеты, институты? Какая разница? Очень просто. Я люблю такое объяснение, да, что университет – это как бы две параллельные платформы, две подушки образования. Вот они параллельно живут. Подушка университетская и подушка колледжа. Подушка университетская, она обеспечивает академикой, да, то есть люди углубляются, изучают, они считают всякие отчеты, всякие там новые исследования, они их, ну, как бы обсуждают, они в них глубже копаются, да, то есть это академика. Они делают какие-то инновации, они что-то ищут новое. Подушка колледжа – это то, что они получают экстракт из университетов и говорят, ребята, вот это, вот это работает, проверено, нате. А эти учат делать то, что проверено и работает. То есть, грубо говоря, я люблю так шутить иногда, говорят, что если как бы молодильные яблоки вообще произведут, то их произведут в канадском университете. А как их принимать, научат в колледже. Ага, окей, все, тогда все понятно. Хорошо, еще такой вопрос. Дает ли учеба в Канаде ребенка, то есть ребенок учет в Канаде, какие-то преимущества или льготы для эмиграции родителей? Никаких, кроме того, что вы можете въезжать и навещать вашего ребенка. А турвизу получить для, вот как гостевую визу, легко или опять же... Ну, как легко, это нужно все смотреть, да, то есть нужно смотреть и финансы, и история путешествий, связь с родиной, то есть как любую туристическую визу, но, по крайней мере, у вас есть серьезная причина ехать в Канаду. То есть у вас ребенок учится в школе. Потому что для Канады, для получения канадской визы нужна всегда причина, да. Мне нравится, когда люди никогда нигде, ну, как бы нет travel history вообще, да, то есть не выезжали за границу, и мы хотим в Канаду. Зачем вы хотите приехать? Они говорят, мы хотим попутешествовать, туризм, посмотреть Ниагарский водопад. Ну, вот в этом случае туризм выглядит очень бедно, да. Почему? Потому что если вы там весь мир посмотрели, или хотя бы какие-то страны, возле себя, возле своего дома, на поезде, куда можно доехать, или, ну, какие-то автобусные туры сделать, где не так дорого, не так долго лететь, да, то тогда может быть, да. Но когда вы нигде вообще не были, и тут вдруг попутешествовать и лететь через полсвета, в большинстве случаев, ну, я за свой рынок говорю, да, то как бы выглядит очень подозрительно. Поэтому для Канады, для получения канадской визы нужна причина, да, то есть зачем человек хочет приехать в Канаду. И вот наличие ребенка в Канаде, да, ну, это как бы ясная причина. Я хочу навестить своего ребенка в Канаде. Хорошо, тоже многие задают вот такой вопрос. Есть ли возможность подростку поступить в канадскую high school? Есть ли вообще в этом смысл какой-то? То есть прям все так хотят, многие дети прям вот я прям хочу уже прям... Да, смотри, на самом деле это хорошая затея отправить ребенка в high school, но есть в ней много нового. У меня, по-моему, даже где-то было такое, тоже делали видео, наверное, на тему «пять причин, почему вам, вашему ребенку, не надо ехать в Канаду в high school». Да, то есть и они в основном все базируются, опять же таки, на каких-то психологических возрастных особенностях. Потому что есть дети, которые в 14 лет, они достаточно самостоятельные, все дети грустят за родителями, здесь они все тоскуют, да, но есть дети, которые более-менее уже могут адаптироваться, они более социализируемые, да, то есть у них тут же друзья, в школе они с учителями нормально, а есть дети, которые более закрытые, они более домашние, и они очень грустят, они не могут быстро завести друзей, они не открыты, близко не подпускают к себе, там, учителей, или там, нас, допустим, как агентство, да, то есть мы не можем. И ребенок, соответственно, находясь в этой скорлупке, он не может находиться долгое время, он что-то выстрелит из этого, да, то есть нужно просто вот эти моменты учесть. Либо, может быть, навещать вашего ребенка, либо заранее его готовить. То есть обычно для, когда я разговариваю с родителями, они говорят, вот мы хотим школу, я говорю о том, а готов ли ваш ребенок? Готов ли он психологически, вызвал ли он для того, чтобы вы его сейчас сюда одного отправили, и, так сказать, на... Он будет сам себе предоставлен, сам должен будет принимать какие-то решения и так далее. То есть насколько вы готовы быть онлайн с ним, как бы коммуницировать и так далее. То есть это больше, я бы сказала, такой психологический момент, чем какой-то юридический отправлять, не отправлять. Но, в принципе, это неплохая идея. Какие есть бенефиты от этого, да? То есть ребенок подготовится к высшему образованию, то есть научится писать там всякие ассайменты, квизы и все остальное, его эти слова не будут пугать, потому что дети, которые приезжают в колледж после школы, допустим, в России, в Украине, да, у них первый семестр немножко такой панический, да, то есть ассаймент, его никто не говорит, как его писать, просто говорят, когда, с чего начать, какое там должно быть первое предложение, где вообще брать материал. То дети, которые закончили high school, ну, как бы это их жизнь была, они здесь только и делали, что эти ассайменты, да, то есть им более легче начинать первый год учебы. То есть это вот с точки зрения академики. Ну и английский. Если у вашего ребенка хороший английский, как бы дома, в принципе, не обязательно. Но если у ребенка, вы понимаете, что он будет не готов к академической учебе на английский язык, то если бы было бы неплохо отправить его в школу. Вот, это из плюсов, из минусов, то, что у нас немножко разная система образования, и я не знаю, как в Нью-Францике, в Антарио 12 классов для того, чтобы закончить high school. И если ребенок, например, учится в России в 10-м и сюда хочет в 11-й приехать, ну, как бы закончить один класс. Один класс не получит. Одним годом это не закончится, да, потому что для получения антарийского диплома о школьном образовании там должно быть 40 кредитов, ну, как бы часть из них засчитают с российской школы, а есть такие кредиты, которых их там нет в российской школе, например, тот же Civics and Career, он только в 9-м классе есть, один раз они его берут. То есть приезжая в 11-й класс, ребенок должен будет брать что-то с 9-го класса, что-то с 10-го, а, например, там, та же математика, Science и так далее, то есть 11-й класс не дадут взять, если нет 10-го, да, то есть, ну, возникают всякие такие моменты, на которые с разбега, скажем так, вот с консультацией я ответить не могу. То есть говорят, вот мой ребенок учится в 11-м классе, в каком классе он будет учиться в Канаде? Я говорю, я не знаю. Вы мне даете ваши оценки, вы мне все переводите, я отправляю это в школу. Чтобы отправить это в школу, им надо заплатить registration fee, то есть потратить на это деньги. Школа смотрит оценки, да, то есть говорит, окей, этого ребенка мы берем в 11-й класс, но у него остается еще долг, там, один кредит за 9-й, два кредита за 10-й. То есть их нужно будет, эти три кредита, нужно будет делать в рамках 11-го класса. Либо мы увеличиваем количество времени, которое ребенок сидит в школе, либо мы его нагружаем в вечерней школы, соответственно, обычно дети делают 4 предмета в семестр, то мы можем нагрузить пятым, это вечерняя, мы можем нагрузить летнюю школу, да, да, то есть летом дети могут брать 2 кредита, то есть здесь уже нужно садиться тогда и разговаривать, как нам так сделать, что для вас важнее, для вас важнее срок, либо комфорт ребенка, вот въехать в эту академическую систему. Поэтому нюансов много, и это все хорошо обсуждается на консультации. Смотри, вот следующий тоже вопрос, есть ли смысл молодому человеку получить высшее образование в своей стране и затем ехать дальше учиться в Канаду? Насколько я поняла, что да, это нормальный путь. Да, почему нет? Если вы получаете, например, бакалавра, да, и приезжаете сюда на постградуит, или на магистратуру, почему нет? Но если вы получаете, например, магистратуру, да, дальше, зачем вам Канада, что вы будете делать в Канаде, да, то есть магистратура, это достаточно высокий уровень образования, то есть либо уже давайте PHD, либо нужно какое-то обоснование для постградуит, но постградуит, это как бы замало сильно для выпускника магистратуры. Смотри, давай немножко про вот то, чем ты конкретно можешь помочь людям, которые думают про эмиграцию через учебу, то есть как ваша компания помогает, то есть что, я в принципе немножко уже поняла, да, вот в процессе разговора, но вот что конкретно, вы помогаете только поступить в институт, вы помогаете как-то с последующим получением permanent residence, то есть что вы делаете? Ну смотри, у нас как бы широкий спектр услуг ну как бы в этой области, вот, и, естественно, самое первое, что мы помогаем вообще со стратегией сопределиться, да, то есть, ну, как бы получится у меня, если получится, то что мне делать, что ожидать, к чему готовиться, что от меня будет требоваться, как от студента, ну, как бы какие-то академические моменты. Дальше, очень часто стоит вопрос выбора программы, потому что выбор программы, это не только чем вы мечтали заниматься, а выбор программы, а надо ли это нам тут в Канаде будет, да, то есть нас и сразу интересует employment, ну, закончите вы программу дальше, что работать кем, если это работает, куда вы поедете работать после окончания, да, то есть у нас как бы сразу много возникает вопросов, которые хорошо бы проработать именно вот, это в рамках стратегии, да, тот же выбор программы, кем я буду работать, и, соответственно, мы доводим наших ребят, мы ведем не только уже до до permanent resident или до получения паспортов Canadian citizen, мы также нашим выпускникам уже и спонсорство делаем, да, то есть у нас в принципе такая как бы поддержка с точки зрения эмиграции, ну, как бы такой цикличный, да, полностью закрытый цикл, вот, что еще из того, что, ну, как бы не все, мы как образовательное агентство, у нас есть возможность дать поддержку студентам, особенно это актуально для ребят, которые вот после школы едут, у нас есть пакет, мы его называем «Все включено», вот, он немножко дороже стоит, чем обычно, и этот пакет включает в себя один год, то есть два семестра пока регион окучится, два первых семестра мы поддержка, то есть любые вопросы, там, я не могу зарегистрироваться на расписание, помогаем, ой, я не знаю, что мне делать, мне пришло какое-то письмо, я его не понимаю, почитайте мне, какие последствия, я не знаю, где мне найти врача, или я была у врача, мне написали какую-то бумажку, я не понимаю, или где мне купить мебель, то есть любые вопросы, у нас есть специальный специалист в нашем агентстве, мы его называем «Хомстей координатор», да, то есть которая помогает ребятам с бытовыми вопросами, с бытовыми вопросами, с бытовыми болел и так далее, то есть человек, который как бы просто приедет, и, ну, как взрослый, как мама, да, вникнет в вопрос, который, ну, не юридический, а какой-то бытовой, и поможет разобраться с насущными проблемами. Смотри, с какими провинциями вы работаете? То есть ты говорила, что вы не во все провинции вы помогаете поступать, вот с чем вы работаете конкретно? Смотри, я, в принципе, могу как бы помочь поступить в любой вуз, да, то есть, ну, с этим проблем нет. Вопрос заключается лишь в том, что у меня есть определенный опыт, есть уже определенные наработки с какими-то вузами, и где я понимаю, что ждать от, ну, как бы, от административного процесса вообще поступления, да, то есть я понимаю, как работает логически цепочка, какие документы, потому что не все, что написано на сайте вуза, и это все исчерпывающая информация, там очень-очень много нюансов. Вот приведу тебе последний пример, сейчас брошу камнем в огород ваш университет. Давай. Ну, слава Богу, есть уже решение, у вас есть там замечательный сотрудник, которым сегодня она получила такое, как разрешение, да, нанимать студентов с Украины для этого университета, и это просто, это Юля, она вас в Сен-Джоне находит. Да, я Юлю знаю лично, да. То есть это вообще, это просто спасение для украинцев, теперь вот, слава Богу, что Юля, ну, как бы, получила эту аккредитацию, можно теперь, она может теперь ходатайствовать за студентов и брать на себя какие-то моменты, ну, как бы, аккредитации дипломов и так далее, потому что с университетом Небранси достаточно сложно работать, у нас было несколько студентов, и мы не могли пройти барьер, мы подавали студентов, там, например, на ту же кинезиологию, которая, ну, как бы, это сайт, да, это здравоохранение, то есть медицинский уклон на программу, и мы подаем документы, что студент, ну, как бы, 11 класс в Украине заканчивает все, а мы в ответ получаем, что нет, дайте нам документы 12 класса, и мы уже взяли специальное письмо от министра образования Украины о том, что в Украине 11 классов, это secondary education, это все, это полное образование, даже это письмо нам не помогло, нам все равно дали официальный ответ, что, к сожалению, вы по admission не проходите, и вот какие-то такие моменты были, да, то есть, и когда ты никогда не работал с этим вузом, а вузов в Канаде, в каждой провинции очень много вузов, когда студент приходит и говорит, я хочу поступить в этот вуз, я говорю, окей, но, я говорю, мы идем просто вместе с тобой туда, как команда, идем туда по хрупкому, скользкому льду, и будем разбираться на месте, что там нужно по документам, потому что, если говорить за Антарию, например, я уже знаю, да, какие документы принимаются внутри, в каком виде, какой-то вуз хочет обязательно апостиль получить, там, из Украины, из России, запечатан в конверт, какому-то вузу достаточно антариально заверенных код, кто-то из вузов дает через 3 недели letter of acceptance, кто-то из вузов дает в конце июня, на минуточку, на сентябрь, и у нас остается 2 месяца для того, чтобы подать на стадию перми, да, и как бы эти все нюансы, они нигде не написаны, да, то есть это все познается с опытом, поэтому для меня лично комфортнее, да, то есть более, для студента более безопасно, если он выбирает эрию, ну, то есть выбирает вуз в эрии моей, так сказать, уже экспертизы и моего опыта, но я могу сделать поступление абсолютно в любой вуз, то есть мы, в принципе, тем и занимаемся, то есть вы можете выбрать любой вуз, ребята, которые хотите, прийти к нам и сказать, Мирина, я выбрала этот вуз, давайте туда поступать, то есть мы вас сопроводим, так сказать, за ваши деньги. Окей, хорошо, вопрос про экспресс-энтери, смотри, как рост проходного балла в экспресс-энтере повлиял на путь эмиграции через учебу, сейчас актуально. Очень повлиял, потому что весь студенческий путь, он же заканчивался у нас в экспресс-энтере, да, то есть цель студенческого пути, это последняя станция, да, последняя остановка, это был экспресс-энтер, и, соответственно, очень сильно повлиял, и если раньше ребята ехали, один год пост-града заканчивали, один год опыта работы, баллов было достаточно, или ребята ехали после школы, два года отучились, год отработали, и баллов было достаточно, то на сегодняшний момент, даже отучившись на трехлетней программе, и отработав один год в Канаде, даже два года в Канаде, не всем хватает, и баллов для того, чтобы, если нет, опять же, такие из дома ничего, да, потому что у кого-то есть бакалавр дома, И тогда это уже совсем другая история. Поэтому повлиял просто на длительность программ, которые я на сегодняшний день рекомендую. То есть я готовлю родителей к тому, что если вы сегодня отправляете ребенка на двухгодичную программу, будьте готовы, что после того, как он отработает три года в Канаде, вам нужно будет его еще отправить доучиваться. Может случиться такое. Либо я настоятельно рекомендую всем ребятам, которые приезжают сюда в Канаду, начинать учить французский язык. Те, кто слушаются, молодцы. Им хватает двухгодней программы. То есть у нас два языка, соответственно, мы за второй язык получаем дополнительные баллы. И тогда у нас более красивая картина в цифрах по серос-скору для экспресса. То есть повлияло, и нужно на это смотреть очень четко, и нужно мониторить и мотивировать самого студента. Отлично. Марин, смотри, сейчас вот последний вопрос от меня, и потом мы пройдемся по вопросам, которые у нас есть от зрителей. Какую-то вот одну главную рекомендацию тем, кто хочет учиться в Канаде и потом эмигрировать. Вот что-то, я не знаю, какой-то посыл, призыв к действию, что-то вот какое-то пожелание от тебя. Я сейчас, наверное, никого не удивлю, если скажу, ребята, учиться английский язык. О, да. И малые, и большие, и студенты, и уже не студенты. Язык – это то вот одна большая такая рекомендация, это тот фундамент, на котором вы построите вашу эмиграцию. Вот по-другому я не могу сказать. То есть нет английского, у нас начинаются какие-то дополнительные расходы, у нас начинаются какие-то, какой-то бег по окружным дорогам, да, то есть какие-то непонятные вообще дополнительные пункты, которые мы должны выполнять, а все это время и везде это деньги, да. И поэтому, если нет фундамента английского, это будет дольше и дороже для вас. А какой должен быть уровень английского вот для поступления в колледж, в институт? То есть вот если по IELTS… Если это дипломные программы, нам достаточно, чтобы IELTS был 6-0 общее и 5-5 в каждом. Есть некоторые программы, которые позволяют чуть-чуть меньше, то есть, например, если 5-5 в каждом и никак не может 6-0 общее сделать, то 5-5 общее тоже могут принять. Но это такой очень маленький процент, может быть, 1% программ, который принимает. Вот, а для поступления на бакалавр, магистр нужен больше IELTS. Конечно, да, ребята, английский – это прям самое главное, мне кажется, самое легкое вообще. Самый простой способ – облегчить себе иммиграционный процесс и учебу, и работу, и все. Вот, поэтому английский учить надо. Видите, даже Марина подтверждает. Марина, вопрос, значит, пути получения ПМЖ через постград программы. О чем это может быть вопрос? Я расскажу. Это вопрос идет о федеральной экспресс-центре, да, то есть, когда мы, ну, как бы, идем в экспресс-центре. В экспресс-центре у нас три программы, если вы знаете, да, то есть, это Federal Skills Worker, это если вы профессионал с опытом работы из дома, это Canadian Experience Class, это то, что у вас есть канадский опыт работы, и Federal Skills Trade, это программы, ну, как бы, похожи на Federal Skills Worker, но это трейдовские профессии, там немножко меньше нужен английский язык, чуть-чуть другие требования. Вот, то есть, это экспресс-центре. Помимо экспресс-центре есть еще провинциальные программы, и их много для выпускников, они доступны, и, например, вот вчера Антарио открыл прием заявок от, есть программа в Антарио, называется International Graduate with Job Offer, то есть, это выпускник канадского вуза, который закончил канадский вуз, начал работать или получил, ну, как бы, приглашение на работу, но еще не имеет опыта работы, он уже может подать эту заявку. Правда, вчера было очень неудачно все, то есть, программа только открылась, и тут же забрали квоту. Мы не знаем, сколько была квота, но мало кто успел на нее подать, и все вчера были просто злы, мягко так сказать, да, и ребята, и иммиграционные консультанты, вот, потому что программа очень быстро, ее долго ждали, ну, в этом году это первый раз открылась квота, она тут же закрылась, но она откроется еще, да, то есть, это просто как пример. И в каждой провинции, вот буквально в каждой провинции, если вы откроете сайт провинции, в каждой провинции есть провинциальные программы и иммиграции для тех, кто отучился в провинции, есть путь дополнительный. То есть, если даже мы по федеральным программам не добираем баллов в экспресс-центре, мы всегда можем смотреть альтернативу через провинции. Спасибо. Вот такой вопрос, на учебу сварщиков в колледже дадут визу? Ну, опять же таки, я же не знаю, кто вы и что вы, сколько вам лет, и может быть вы, не знаю, директор завода, а теперь хотите стать сварщиком, ну, как бы, это будет непонятно. То есть, а если вы, ну, как бы, работали в сфере каких-то постоянных настроек, и, как бы, такой все время был у вас, ну, как бы, рабочая специальность, и поэтому нужно смотреть ваши нюансы, ну, как бы, детали. Поэтому сложно сказать, да, или нет, не зная вас и ваших деталей. Вопрос такой от Ольги. Есть ли смысл человеку, получившему диплом юриста, поступать в колледж, университет на специальность, например, творческую? Как это можно обосновать? Ведь риск отказа велик. Ну, как бы, не всегда, как бы, это плохо, да, потому что, опять же, такие творческие специальности бывают разные, и если у вас есть образование юриста, и, например, опыт работы в чем-то другом, или сейчас вы находитесь в поиске, например, вы хотите взять курс Creative Writing, он вам зачем-то нужен, да, и у вас юридическое образование и смешанный опыт работы, в принципе, если, ну, как бы, хорошо задокументировать вашу заявку и очень хорошо обосновать, да, то есть не воды налить в вашем письме от вашего имени, а четко и конкретно объяснить, зачем вам эта программа, что она вам дает, вот, а просто опустить ваше юридическое образование, ну, как мы когда-то получали все образования и поступали туда, куда говорили нам родители, да, а работали потом совершенно от других специальностей, поэтому это один момент. Если вы, например, у вас юридическое образование, или вы там помощник судьи, или вы всю жизнь проработали адвокатом, у вас адвокатская лицензия, и тут вы резко вдруг захотели заняться, ну, как бы, сменить профессию на что-то более творческое, объясните, зачем вам это нужно успевшему, состоявшемуся человеку с амбициями, потому что я верю, что юристы, они обычно с амбициями и за правду, вот, поэтому объясните, зачем это вам. Может быть, вы устали, ну, тоже, может быть, есть причина, но ее нужно объяснять, ее нужно документировать. Обоснуйте. Марин, знаешь ли ты что-то про систему Pathway для поступления в колледж-университет через English School без сдачи IELTS? Да, Pathway работает, но идти взрослым людям через Pathway очень не, ну, как бы, не рекомендую, потому что если вы взрослый человек, вы поступаете на Pathway и пытаетесь получить визу стадию пирамид через Pathway, чаще всего такие заявки отказывают. То есть если вы взрослый человек, вы знали, что вы хотите учиться за границей, да, то есть вы же не ребенок, за которого родители мешают, то будьте добры, ну, приготовьте этот IELTS, сдайте. В конце концов, ну, за год IELTS на шестерку можно дотянуть и при, ну, как бы, определенном посвящении, да, поэтому, ну, как бы, это говорит о том, что либо вы не очень серьезный студент, как бы, если вы взрослый студент, вот, ну, это мое мнение, но если вы, например, студент, там, школьник, или вы только начали учиться в ВУЗе, и вам не очень нравится ваш ВУЗ, или там что-то еще, и вы хотите, и поэтому вы не готовили английский. То есть если вы студент-студент, Pathway для вас сработает. Если вы студент, который уже не студент, Pathway для вас, скорее всего, не сработает. Про студентов медицинских университетов. Какие-то есть особые условия, вот, им для поступления, да, в Канаде, и для регистрации, что-то особенное? Или все по схеме? Я считаю, что студенты, как бы, выпускники медицинских университетов, это отдельная, огромная тема, очень болезненная, очень неоднозначная, и, как бы, ответить к крутым вопросам я вообще не смогу, да, но, как бы, просто, что даже не все студенты, которые заканчивают, не все канадские студенты, которые заканчивают в Канаде, медицинский университет, находятся в себе резидентуре. То есть эта резидентура, она необходима для того, чтобы вы будете в будущем. Поэтому просто имейте в виду, это так напугать. Так, что-то немножко пропадать стало. Попробуем пару вопросов, будем уже заканчивать. Есть ли заочные программы? Вот можно ли онлайн как-то, или вот заочно, получается, у нас обучение? Я просто не слышу, у меня очень плохое будет. Что-то я тебя тоже совсем практически не слышу. Да, не знаю, очень жалко эфир уже начинать заканчиваться, а вопросы я не слышу. Я как бы вот слышу твой, но слова они не члены разделы. Есть ли заочные программы? Заочные программы? Заочные программы есть, но эти заочные программы вам ничего не дадут для того, чтобы получить квадратный. Это только для вашего самообразования. И опять же, если вы, может быть, хотите воспользоваться этим заочным образованием для того, чтобы получить более высокое, когда вы будете свой диплом эвалировать для эмиграции, чтобы получить более высокое дошель канадского, то это тоже не всегда приятно. Потому что чаще всего заочные образования – это просто корс-байкорс. Один предмет слушали, второй предмет слушали. А для того, чтобы их потом собрать в какой-то диплом, вам нужно физически быть и сдавать эти экзамены. Так, что-то у нас, короче, интернет нас подводит. Здесь вопрос. Что? Я говорю, что у нас, в принципе, время заканчивается. Это уже час. Да, вы все, что хотели сказать, не сказали. Если кто спрашивает, контакты Марины, они будут под этим видео, в каждой трансляции, сможете с Мариной связаться. Задавайте вопросы. Марина, я думаю, ее сотрудники смогут ответить вам прямо в комментариях под трансляцией. Ребят, Марина уже отвалилась. Не специально это, конечно, с интернетом. Спасибо всем, кто был на трансляции. То, что я самое главное поняла, хочу вам суммировать, что иммиграция через учебу – это не иммиграционная программа, это путь для иммиграции. То есть вы едете учиться, и вы никому не говорите, что вы собираетесь иммигрировать. Вот, вы собираетесь получить образование, потом поработать, и, получив опыт работы, уже подаваться на экспресс-центре и делать уже себе permanent residence. Вот. Что я тоже еще поняла, что, конечно, хорошо иметь правильную стратегию, хорошо работать с профессионалами, потому что иммиграция через учебу – это в любом случае затратный путь. И если уже платить, то лучше все-таки как-то понимать, что вы делаете. Вот. Опять же, повторяю, что контакты Марины будут под этим видео. Хочу сказать, что Марину я знаю лично. Она очень хороший профессионал, абсолютно честный человек, которому можно доверять. Вот поэтому честно рекомендую вам с ней связаться, если вам эта тема очень интересна. Вот. Марине еще раз огромная благодарность за то, что она нам час своего времени подарила и пообщалась, ответила на все вопросы. Вот, ребят, задавайте в комментариях ваши вопросы, задавайте какие-то интересные темы для последующих трансляций, то есть о чем бы вы хотели, чтобы мы еще смогли с вами поговорить. Вот. И, конечно же, до связи, до встречи в следующих видео. Вот. Подписывайтесь, там колокольчики, лайки. Вот. Это тоже будет очень помогать моему каналу и возможность людям другим тоже узнать больше о том, как можно инвестирует в Канаду, если хочется. Хорошо, ребята. Все. Спасибо всем огромное. До связи. Все остальное общение продолжаем уже с вами в комментариях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok